Имеют отношение только структуры, которые называются андроцей и геницей. К размножению не имеют прямого отношения чешелистики и лепестки, соответственно. Поэтому совокупностью тычинок называют андроцей. В переводе в дословном это дом для мужчин. И в андроцее располагаются микроспорофилы, то есть такие совокупности клеток, многоклеточные органы, которые участвуют в образовании микроспор. И вот тут я понимаю, что многие из вас могут не понимать вообще, о чем я говорю. И чтобы не было недопонимания, я еще раз вам напомню, как вообще происходит цикл развития любого растения, в том числе и покрытосеменового. У покрытосеменового растения есть два поколения. Вы знаете, спорофит и гометофит. Причем у покрытосеменных гометофит живет на спорофите. И если спорофит это, считайте, вот представьте себе дерево, да, все дерево, включая почти все цветы, полностью все структуры цветка, кроме только микроскопически маленьких кусочков этого цветка, которые называются, собственно, гометофитами. Женский гометофит находится вот тут вот, в центре завязи пестика и называется семя зачаток. А мужской гометофит будет располагаться вот в этих вот пыльниках тычинок, называется, так это называется, кстати, мужской гометофит? Пыльцевое зерно. Пыльцевое зерно, правильно. Пылинка эта, пыльцевое зерно. Ну, как вы понимаете, семя зачатки и пыльцевые зерна, они, в принципе, живут на основном растении, то есть на спорофите. Спорофит это корень, стебель, листья там и почти весь цветок, кроме вот этих вот кусочков. Ну, соответственно, на самом деле спорофит, да, вы помните, он необходим для чего? Для того, чтобы образовать споры в результате бесполого спорогенеза. Споры. Так вот, эти самые споры образуются у высших растений путем мейоза, напоминаю. Мейоз тут происходит, то есть спорофит, он, понятно, что будет диплоидный, иначе мейоз не прошел бы, а споры будут гоплоидные. И вот из этих гоплоидных спор должны образовываться как раз гометофиты. Причем споры у покрытосеменных отличаются друг от друга, делятся на два типа. Это микроспоры, вот хочу обратить ваше внимание, да, как раз микроспорофилы будут образовывать микроспоры. Микроспоры это мужские споры. Микро. А вот макро, или, вернее, правильно сказать, мегаспоры, это женские споры. Почему это так? Из мегаспор будет образовываться женский гометофит, из микроспор мужской гометофит. Извините, что тут внизу немножко пишу, надо мне было просто черный экран вывести, я не думаю, что так разойдусь. Ну и, соответственно, так как из этих спор путем метоза образуются эти гометофиты, гометофиты тоже гоплоидные появились. И вот уже потом. Из этих самых гометофитов, то есть внутри семизачатка, рипольцевого зерна, путем опять-таки метоза образуются гометы. Гометы. Значит, мужские и женские гометы. Ну и, естественно, при их оплодотворении друг с другом образуется зародыш. Давайте так. Зигота, зародыш. Давайте зародыш. Который дальше вырастает. Он, понятно, будет уже диплоидным, естественно, N плюс N. Образуется спорофит. Ну вот эту схемку вы сейчас, я надеюсь, вспомнили. И вот, чтобы у вас не возникали вопросы по поводу того, что такое микроспорофил. Микроспорофил – это такой участок. Давайте так. Это спорангий. Мужской спорангий. Спорофита растений. Вот так. Ну и, соответственно, мегаспорофилы будут располагаться уже в генецее, то есть в пестике. Генецей – это совокупность всех пестиков, как и андроцей – совокупность печени. То есть дом для женщин. И вот уже внутри пестиков будут располагаться мегаспорофилы, которые будут давать мегаспоры, которые будут прорастать уже в семя зачатышей. Женский геметофил. Вот сейчас поверхностно понятно, о чем я вам хочу сказать, или что-то недопонимаете? Понятно. Понятно, да. Ну хорошо. Идем дальше. Чуть поподробнее поговорим с вами о структуре генецея, конкретно о пестике. Ну понятно, что генецея – это все пестики. А если взять один пестик, как же он устроен? Вот посмотрите, пожалуйста, на верхнем углу картиночку. Пестик, вы помните, из школьной программы. Состоит из рыльца. Рыльца – это то, что на самом верху, куда будут падать, собственно говоря, пылинки, пыльца. Столбик. И, собственно, зависть, где будет располагаться женский потом мегаспорофилы и семя зачатышей. Так вот, на самом деле, разные пестики могут иметь разные структуры столбиков, скажем так. Причем этот самый столбик, он может быть один, два, три. Он может быть расщепленный, слитый, сросшийся и так далее. И вот поэтому ботаники решили взять это как классификационный какой-то критерий и составить классификацию столбиков. И когда стали изучать строение столбиков, оказалось, что они могут состоять из неких структурно-функциональных единиц, которые называются стилодиями. Ну, то есть, столбик – это как бы совокупность всех стилодий, чтобы вы понимали, да? А столбик, он как бы один. И вот в зависимости от того… В зависимости от того, из скольких стилодиев построены столбики, столбики бывают из одного стилодия… А могут быть образованы из нескольких сросшихся стилодиев. Из нескольких сросшихся стилодий. И вы можете посмотреть на то, как здесь, на этой картинке, стилодии различаются по степени расчлененности, а также по степени их срастания. Такие стилодии бывают простыми, вот видите. Три отдельных столбика, можно сказать. Расчлененные, посмотрите, три тоже столбика, их три, но каждый из них расчленен на несколько стилодий. Свободные, сросшиеся у основания. Сросшиеся не только у основания, но и до середины. Сросшиеся до рылец. Сросшиеся полностью так, что одно рыльце образует. Но вы иногда видели, может быть, если сверху на рыльце тюльпана смотрели, пестика тюльпана, то у него рыльце, оно как бы вот такое. Видели? А там уже дальше идет столбик. Да, рефлексируйте. Вот это получается, что у тюльпана как раз трех стилодийный. Из нескольких стилодий состоит столбик пестика. Причем получается, что он будет являться полностью сросшимся. Стилодии в столбике будут сросшимися полностью. И кратными трем, кстати. Видите, опять-таки, это такой классификационный признак, который позволяет также определять по семейству на стену. И самое, наверное, такое неприятное продолжение для многих школьников в анатомии пестиков, конкретно генецеев, является классификацией генецеев по тому, собственно говоря, как они устроены. Как располагаются в этих генецеях пестики, сколько в этих пестиков, соответственно, плодолистиков. Из каждого плодолистика потом будет развиваться зародыш. И вот эту таблицу я представляю вашему вниманию. Я ее сам составлял еще в прошлом году. Вы можете сейчас просто сфотографировать ее. Она, по факту, ну такая, получается, логическая все. Здесь просто учить надо. Обращая внимание на то... Так, все нормально. Обращая внимание на то, из скольких пестиков состоит данный тип генецея. Сколько плодолистиков включено в состав, соответственно, каждого пестика. Происхождение. Ну, то есть, какой из этих типов генецея является предковым. И вот, кстати, самым предковым, первичным типом генецея является апокарпный. А, значит, карпный, чтобы понимали, карпия, карпас – это плод. Соответственно, апокарпный, монокарпный, ценокарпный – это все связано как-то с тем, сколько, получается, семян будет образовываться в данном плоде, например. Я останавливаться подробно на этом сейчас не буду. Времени просто не хватает совершенно. Есть другие, более принципиальные моменты. Попробуйте эту схемку, эту табличку изучить. Если будут какие-то вопросы, мы их разберем потом. Конкретно в индивидуальном порядке. Потому что, если я сейчас все это расскажу, это в одно ухо влетит, в другое вылетит. Это совершенно очевидно, проверено опытом. Поэтому, у кого будет время и сила, кто посчитает, что это действительно необходимо, в частности, для Олимпиады, потому что только там пригодится, пожалуйста, милости прошу с вопросами. Далее. Потому что этого вы не найдете нигде. Это я сам составлял, и все фотографии, и не фотографии, а рисунки тоже сюда сам включал. Мы же будем говорить подробно о размножении цветковых растений, потому что это полезно не только для ЕГЭ, но и для Олимпиад. И, как вы понимаете, у цветковых растений происходит смена двух поколений, спорофитного и гометофитного. Спорофит преобладает, и в этом цикле развития всегда сменяется бесполое размножение половым, половое бесполым, бесполое половым и так далее. И для того, чтобы рассмотреть цикл развития цветкового растения, мы начнем с спорофита, естественно. И вот, соответственно, этот спорофит путем миоза непосредственно в цветках, вот в этих микро- и мегаспорофилах, образует гоплоидные споры. То есть образование спора – это бесполое размножение. То есть цветок, получается, это орган бесполого размножения. А то мы его привыкли называть генеративным, органом полового размножения. Забывая, что вообще-то в нем же происходит и бесполое размножение тоже. И, разумеется, так как из споры развиваются гометофиты женские и мужские, которые образуют гометы, а цветок получается еще и органом полового размножения одновременно. Вот здесь, собственно, эта схемочка, которую я пытался вам нарисовать, она в более красивом цвете. Геницей, андроцей, пожалуйста, причинки. Путем миоза в микро- и мегаспорофилах образуются микроспоры и мегаспоры. Из микроспоры образуется пыльцевое зерно – это мужской гометофит, зародовавший в мешок женский гометофит. Соответственно, в этих гометофитах образуются гометы, яйцо, спермий. Они, понятное дело, гоплоидные, как и сами гометофиты, они тоже гоплоидные. А вот спорофит, он был диплоид. Собственно, здесь разделено, вы видите, на этой картиночке, на этой схемке, чертой гоплоидное и диплоидное поколение. Гоплоидное снизу, диплоидное сверху. Ну и после оплодотворения образуется зигота, в зиготе зародыш, из зиготы зародыш, ну а затем из зародыша развивается новое растение спорофитного поколения. Так, ну мы уже с вами записали, кто не успел, может сейчас догнать, что женский гометофит называется зародышевым мешком, развивается в завязи пестика, то есть вот, пожалуйста, перед вами пестик на картинке, вы видите, рыльце, столбик, пожалуйста, завязь. И уже в центре завязи располагается семя зачаток. Видите, семя зачаток. Это все вместе. А уже внутри, собственно, семя зачатка располагается зародышевый мешок. Зародышевый мешок. Вот зародышевый мешок, давайте я вам сейчас его обведу, границы, чтобы вы поднимали четко по этой картиночке. Где же он находится? Вот это вот зародышевый мешок. Он семиклеточный. Видите, три клеточки наверху, три клеточки внизу, мы потом их назовем, и одна клеточка диплоидная. Семиклеточный зародышевый мешок. Ну, а мужской гометофит представлен пальцевым зерном. Посмотрите, внутри каждой печиночки находятся печиночные, вернее, в составе каждой печинки располагается печиночная нить, на которой возвышается пыльник. Пыльник. Ну и в пыльнике располагаются, естественно, уже микроспорофилы, причем они многогнездные, как правило, двухгнездные, посмотрите, внутри которых уже располагаются, созревают и потом высыпаются. Микроспор. И вот говоря о спорах цветковых растениях, они действительно мерфологически различны. Есть мегаспоры, есть микроспоры, но на самом деле не только разноспоровыми бывают растения, у некоторых растений, как правило, у примитивных. Мужские и женские споры могут не отличаться друг от друга по размеру, и тогда такие растения называются равноспоровыми. И вот эта классификация растений на равно и разноспоровые часто спрашивается в олимпиадах, поэтому я предлагаю сейчас записать вот такую, составить табличку, в которой отражены важнейшие отделы растений, кроме, пожалуй, водорослей, которые, конечно, не отдел, парафиметическая группа, полифиметическая группа, кроме, пожалуй, плавновидных и попратниковидных, с хвощами, которые теперь уже в один отдел тоже обзвенены. Ну, неважно, по-старому взяли эту классификацию, и вы видите, что равноспоровость характерна для водорослей, маховидных и хвощевидных. А вот уже более высоко организованные высшие споровые растения, плавновидные и попратниковидные, помимо равноспоровых видов, имеют в своем составе и разноспоровые. Разноспоровость – это уже признак для высокой организации. Ну и, наконец, у семенных растений, голой покрытой семенных, присутствуют только разноспоровые виды. Давайте с вами попробуем… Успели записать? Нет, еще сейчас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова субтитров А.Егорова Попробуем что-то более вам знакомое, такое в общей внешней сморфологической стороне цветков, сейчас немножко повторить. Пожалуйста, по очереди. Пожалуйста, по цифре 1, Андрей. Так, цифра 1. Как называется этот стебелек, на котором, да, сидит цветок? Цветоножка. Совершенно верно. А вот, собственно, то место, расширение такое, на котором будет сидеть цветок, все его части, по цифрке 2, как называется, Дима? Это цветоложи. Да, цветоложи. В ложе сидят, соответственно, все компоненты цветка. Какие же они могут быть? Давайте посмотрим. По цифре 3, Алена. Это чешевистик. Да, который формирует такую структуру цветков, как пяк. Дальше, по цифре 4, Женя. Лепесток. Который формирует какую структуру? Чаш, так, нет. Не-не-не, венчик. Венчик, совершенно верно. Или корону, еще по-другому называют. По цифре 5, что мы видим, Аня? Это тачиночная нить. Да, тебе же цифра 6. Это пыльник. Пыльник, совершенно верно. И вот, давайте теперь внимательно, Амина, посмотрим. Седьмой номер. Вот из пыльника что-то там такое вылетело, да? Это пыльцевое зерно. Конечно, пыльцевое зерно каким поколением является растение? Головым. Спарафит или гометофит? Гометофит. Какой гометофит? Вот у тебя там целая семья занимается. Мужской гометофит. Мужской гометофит, совершенно верно. По цифре 8, ну, тут возначен не процесс, да, а структура пестика. Как она называется, пожалуйста, Алена? Ну, я так понимаю, рыльцы. Да, рыльцы пестика. Дальше цифра 9, Андрей. Столбик. Столбик. Тебе же цифра 10. Завязь? Да, вот эта вот структура. Ну, вот, конечно, без ложек. Завязь? Завязь. Очень хорошо. Пожалуйста, Дима, продолжи. Внутри завязи что видим? По цифре 11. Зародышевый мешок. А по цифре 12 тогда что? В завязи располагаются вот такие границы, если мы берем. Это не зародышевый мешок. Это что-то большее. В микрофончик. Сейчас я вспоминаю, как он называется. Как называется структура, в котором находится зародышевый мешок? Там что образуется потом внутри? Внутри зародышевого мешка? Да. Ну, яйцеклетка и центральная клетка. Хорошо. А еще семя там потом будет образовываться, правильно? Взародышевый мешок. Семя листика? Семя зачаток. Семя зачаток, да. Да, и уже по цифре 12, соответственно, что? Взародышевый мешок. Совершенно верно. Женский гометопит. Так, вспомнили. Обратите внимание, что нужно повторять, конечно, все это. Идем дальше. Перейдем к морфологии цветка. И рассмотрим, какие структуры в нем могут быть вариабельны. Ну, начнем с околоцветника. Чтобы вы понимали, вспомнили, околоцветник – это структура ветник, которая, скажем так, составляет покровные элементы для генецея и андроцея. И этот околоцветник может быть либо представлен отдельными чашечкой и венчиком, либо чашелистики и лепестки венчика могут быть срощены друг с другом. И тогда такой околоцветник будет называться простым. Ну, а в случае, если он представлен отдельными чашечкой и венчиком – двойной. И вот как раз двойной околоцветник, как правило, имеют двудольные растения, а простой околоцветник чаще всего имеют однодольные. Тоже обратите на это внимание. При этом, если мы говорим о простом околоцветнике, как что-то назвать вот эти вот лепестки, не лепестки, что это – чашечка, не чашечка, что-то такое сросшееся. Как это назвать? Мы называем это листочками околоцветника. Листочки околоцветника. И на самом деле это абсолютно правомощно, потому что по фолиарной теории происхождения цветка, гетте, который я положил еще, собственно, лепестки, как и все другие структуры цветка, являются видоизменениями листьев. Кроме того, цветки могут быть обоеполые или однополые. Еще одна классификация. Обоеполые цветки имеют и тычинки, и пестики. Например, вы можете посмотреть на растения огурца. Цветки у огурчика. А могут быть однополые, то есть отдельные мужские цветки, которые имеют только тычинки. Вот они, пожалуйста. На каком растении, известном вам? Что это за растение? Тополь. Тополь. Я думал, что это ива на самом деле, верба так называемая, да? Похожа очень на вербу, правда? Похожа на вербу. Это просто однополые. Ну, да, да. У них тоже, конечно, утопали. Безусловно, у них тоже однополые цветки. Абсолютно согласен с этим. Но на рисунке все-таки верба. И, соответственно, женские цветки или пестичные цветки. Вот, посмотрите. Ну, очевидно, что ветроопыляемое растение. Это видно потому, что цветет это растение еще до раскрывания почек. Кроме того, совершенно другая. Вот давайте посмотрим, как выглядят, собственно говоря, эти околоцветники. Вот, пожалуйста, двойной околоцветник. Есть и чашечка, и венчик. Вот простой околоцветник, но он простой венчиковидный. Бывает так, что у многих, например, двудольных просто отсутствует чашечка, и тогда околоцветник тоже становится простым. Но простым, то есть состоящим только из венчика. Он называется простой венчиковидный. Если, наоборот, теряет растение на цветок лепестки венчика, и остается только чашечка, такой околоцветник называется простым чашечкой. Ну и, наконец, если цветки лишены такого-либо околоцветника, такое тоже бывает. То есть цветки без околоцветника, они называются голыми. Например, у ивы такие цветки есть. И, кстати, вот они, видите, тоже однополые. То есть есть отдельно пестичные и отдельно тычиночные цветки. Еще одним признаком классификационным является у цветка расположение завязи относительно цветоложья. И это тоже только для, скажем, олимпиадной подготовки будет необходимо вам. Типы завязи делят на четыре вида. Это верхняя завязь, пожалуйста, под номером один. Верхняя окруженная стенками гепантия под номером четыре. Полунижняя под номером два. И нижняя здесь под номером три. Я хочу, чтобы вы эту табличку себе сейчас перерисовали, чтобы не забыли потом, если что, заполнить ее. Просто пробежимся с вами. Это опять-таки фактология, но которую очень любят спрашивать на тех же самых олимпиадах. Вот, например, нужно знать, какие растения обладают каким типом завязи. Из самых таких распространенных и часто попадающихся. Верхней завязью обладают, например, лютики, спирея, горох. У тюльпана верхняя завязь. Это означает, что полностью вся завязь находится как бы над плоскостью ложа, не погружаясь в нее. Поэтому, вспоминая, как выглядят цветки у каких-либо растений, вы даже можете чисто на память вспомнить, определить, какой тип завязи у большинства растений. Только не пугайтесь таких заданий. У земляники, у малины, например, будет верхняя завязь. У злаковых, у большинства бобовых, если мы по семействам движим, у спаржевых и лилийных. То есть, конкретные примеры мы привели, но вот можно добавить еще примеры по семействам. У горох бобовые, ландышмелейные и так далее. Верхняя и окруженная стенками гепантия завязь весьма интересна. Я думаю, что здесь нужно пояснить, что такое гепантия. Гепантия это сильно структура, которая образовалась в результате сильного расширения цветоложек. То есть, вот цветоложа расширилась. И это раз. Кроме того, еще с этим цветоложем срослись цветочные, скажем так, трубки. Это сросшиеся основания, листочков околоцветника и тычинок. То есть, получается, что в структуре гепантия цветоложа занимает вот только эту часть. Вот она. А вот то, что я сейчас закрашу другим цветом, будет оранжевым. Это продукт сращения оснований лепестков и тычиночных нитей. И вы в этом можете убедиться, потому что тычиночная нить, например, вот она отсюда выходит. Видите? А вот от этого же места, как бы дефрукируя, отходит лепесточек. Поэтому гепантия – это структура сращения цветоложа, разросшегося, с основаниями лепестков венчика и тычиночных нитей. И вот иногда действительно так бывает, что это цветоложа с структурами, сросшимися гепантией, короче говоря, окружает зависть. Она остается верхней, потому что вы видите, над плоскостью, но окружена стенкой. Вот такая запись. Зависть присутствует у розовых. Шиповник, слива, вишни. Давайте мы добавим сюда еще некоторые крыжовниковые. Нет, крыжовник у меня в нижней. Ладно, пусть будут только розовые. Но дело в том, что вы понимаете, даже в пределах одного семейства часто можно встретить разные типы завязи. Поэтому я сейчас хотел добавить еще тонкости, но это лишнее все. Давайте так. У разоцветных, у многих, вот у шиповника, у слива, у вишни будет как раз вариант с гепантией. Полунижняя зависть чаще всего встречается у камнеломковых, у бузины, жимолости. И полунижняя, посмотрите, характеризуется тем, что зависть пестика уходит, погружается в цветоложи, но при этом стенки цветоложи не полностью закрывают зависть пестика. Не полностью. Полунижняя. Если стенки ложа полностью как бы обрампляют зависть пестика и как бы срастаются друг с другом на поверхности, то есть в области уже столбика, такая зависть называется нижняя. Она характерна, например, для очень многих сложноцветных. Это подсолнухи, ромашки, пастельки. Также для тыквенных это арбузы, дыни, кабачки, патиссоны. Кактусовые. архидные и вот здесь вот внимание. Некоторые розовые, например, такие, как яблоня, груши и рябины. Вот вам пожалуйста, вроде бы у одних разоцветных там у слива, у вишни, у шиповника верхняя с гепантием, а у этих вишни. Вообще верхняя зависть, окруженная стенками гепантия, это редкий достаточно пример зависти, поэтому если уж у вас, скажем так, и будут вопросы какие-то по типам зависти, то я думаю, они будут ограничиваться верхней, полунижней и нижней вариантами зависти. Кроме того, очень важно в морфологии цветка понимать тип симметрии и вообще ее наличие, потому что это тоже классификационный признак, по которому можно до семейства определять растения. В частности, мы делим цветки на актиноморфные, то есть радиально симметричные, когда можно провести через цветок, посмотрите внимательно, несколько плоскостей симметрии. Их еще называют правильными цветками. Если через цветок можно провести только одну плоскость симметрии, которая делит их на две половинки, такая, как бы, получается кажущаяся билатеральная симметрия, такой цветок называют неправильным или зигоморфным. Зигоморфный. Ну, зигоморфный, образованный путем слияния двух половинок, если дословно переводить. Ну и, наконец, есть цветки, вообще решенные симметрии, они так и называются несимметричными. По этим признакам мы всегда должны характеризовать цветок и в конце концов научиться, когда мы с вами будем вот со следующего занятия уже говорить о а, нет, не со следующего, через занятия говорить о семействах, должны правильно писать формулу цветка. Вот так, например, в формуле цветка, в той самой, которая обозначается там Ч, Т, ой, Т, простите, П. Давайте я сотру. Чешелистики, лепестки, тычинки, пестики. Прежде чем идет вот это чередование с каким-то количеством этих элементов в цветке, обычно обозначают симметрию цветка. Как это обозначается? Звездочкой обозначается актиноморфный цветок. Далее зигоморфный неправильный цветок обозначается стрелочкой наверх. Ну, асимметричный цветок. Там дальше надо смотреть, что за цветок. Иногда бывает он не симметричный, потому что элементы цветка идут по спирали. Тогда вот прям вот так вот и зарисовывают спиральку. Вот тут я не вижу, но догадываюсь, что цветок как раз будет спиральным типом симметрии обладать. Ну, такого опять тоже я сказал, конечно, глупость. Спирального типа симметрии нет к спиральным типам расположения элементов цветка. Это все обычно отражается прямо перед формулой, перед последовательностью Ч, Л, Т и П. Обратите внимание, это пригодится. Далее, в зависимости от того, присутствуют на одном и том же растении цветки с генецеями и андроцеями или эти цветки разнесены по разным растениям, различают растения однодомные и двудомные. И вообще такое деление характерно для тех растений, у которых есть однополые цветки, то есть либо тыченочные, либо пестичные. И однодомные растения, когда в одном доме, то есть как бы на одном растении есть и мужские, и женские цветки. К ним относятся, например, огурец, кукурузы. На одном растении есть и мужские, и женские цветки. А вот у двудомных растений мужские цветки располагаются на одном растении, а женские уже на другом. То есть получается мужчины и женщины живут в двух разных домах. К ним относятся как раз ива, тополь. Собственно, тополь-то тот, который нам пух дает, на который все реагирует. Реагирует скорее не на пух, а на пыльцу как раз тополины. Это как раз женские дают растения. А вот пыльцу дают, конечно, мужские растения, мужские деревья. Также фисташковое дерево, конопля, например, тоже является двудомным растением. И, наконец, конечно, всеми известна с детства крапива. Вообще классификационное название видовое крапивы так и формулируется крапива удобная. Прямо в названии видовом есть такая характеристика. Ну, и вы видели, что на одной крапиве на вершинах созревают всякие... Это конопля здесь, конечно, приведена. Но вот на одной крапиве располагаются там сборища такие аж соцветия целые мужских цветков таких желтеньких, а другие крапивы как будто бы они вообще без цветков. Вы просто их не видите, они на самом деле просто зеленые. Вот это женские цветки, женские растения крапивы будут. Ну, по морфологии, пожалуй, это все. Перейдем к физиологии растений. И, разумеется, главными событиями, которые в жизни растения происходят, которые связаны с цветком, это опыление и оплодотворение. Опыление предшествует оплодотворению. Опыление это, собственно, перенос пыльцы с тычинок на рельс пестика, который необходим для того, чтобы доставить мужские половые клетки до женской половой клетки, которая находится в семизачатке. И различают опыление самоопыление и перекрестное опыление. Самоопыление, вы помните, это опыление, при котором пыльца с тычинок переносится на рельсы пестика либо того же самого цветка, вот он, вариант 1, если цветок, ну, неважно, там, удобный, ой, обоеполый или однополый, в данном случае обоеполый надо будет. Либо пыльца переносится с одного цветка на другой цветок, но того же самого растения. такое тоже бывает, и это тоже будет являться вариантом самоопыления. То есть, здесь граница самоопыления проходит по растению, а не по цветку, обратите на это внимание. Соответственно, самоопыление возможно только у растений с обоеполыми, цветками, потому потому что потому что по сути все, что все те растения, которые выбрали путь перекрестного опыления, они либо завели какие-то механизмы, ограничивающие самоопыление, если у них обоеполые цветки, либо разделили цветки на однополые, на мужские движенства. Самопыление происходит у многих культурных растений, некоторые примеры нужно просто знать, к ним относятся, например, овес, проса, ячмень, многие сорта пшеницы, рис, горох, помидоры. Самопыление это одна из стратегий жизни, если хотите, у растений и в отличие от перекрестного опыления, у самоопыления есть набор неких преимуществ, как и есть набор определенных недостатков. Преимущества связаны с тем, что самоопыление вообще не зависит от погодных условий, как вы понимаете, особенно если речь идет о самоопылении внутри одного цветка и не зависит от посредника. Это преимущество самоопыления перед перекрестком. Поэтому осуществляться может при любых условиях и при самоопылении происходит стабилизация видовых признаков. Стабилизация вследствие перехода к гомозиготности, то есть как бы даже в селекции вы знаете, самоопыление используется для получения чистых линий. И вот в этой самой стабилизации вернее в гомозиготизации скажем так признаков и особей заключается и главный недостаток самоопыления. Потому что часто самоопыление приводит к вырождению вида в результате возникновения явлений депрессии, перехода каких-либо мутантных аллелей, летальных или снижающих жизнеспособность в гомозиготное состояние. То есть здесь есть и плюсы и минусы. Пожалуйста. Это очень полезно для заданий второй части ЕГЭ. Очень часто такие задания встречаются. Пожалуйста, обратите на это внимание. перекрестное опыление. Когда пыльца с пыльника печинки одного растения переносится на рыльце пестика другого. Здесь уже нужно минимум два растения. И такой тип опыления характерен для большинства. То есть около 90% цветковых растений опыляются с перекрестками. При этом механизмы перекрестного опыления различны. бывает абиотическое перекрестное опыление, то есть с использованием факторов нежилой природы, а бывает биотическое, то есть с использованием каких-то животных. К вариантам абиотического опыления какие мы можем отнести в случае? Ну, ветром, например. Ветром можно опыляться. Это называется анемофилия. А еще как? С помощью воды. А еще бывает с помощью воды. Правда, это больше характерно, конечно, для цветковых, но тем не менее. Гидрофилия. Опыление с помощью воды. Такое тоже бывает. У гидрофитов праздник. Так. А биотическое опыление, какие его примеры можно привести? С помощью каких животных? насекомых. С помощью насекомых как будет называться? Сектофилия. Нет, почему? Энтомос, энтомос, да, насекомые. Энтомофилия. Ну, либо опыление может происходить некоторыми птицами. Помните, калибры, это орнитофилия. Орнитофилия. Кроме наличия, просто наличия разных видов опыления, перекрестного, самоопыления, разумеется, растения, самоопылители, перекрестные опылители должны обладать некими особенностями. В чем они будут заключаться, эти самые особенности? Давайте так и запишем. Особенности растений самоопылителей и перекрестных. Начнем с самоопылителей. Вроде такое же. Ну, буквально несколько слов я так вот подъявляю. Какие особенности у самоопылителей будут наблюдаться? Особенности морфологические может быть. Ну, пыльники выше, чем... У них печеньки будут близко располагаться к перстику и будут почти прямо над ними свисать. Да, очень хорошо. Есть такое. Еще какие-то какие-то. Ну, главное... Созревает все одновременно. Ну, главный признак, что у них обоеполые цветки, друзья. Обоеполые цветки. Соответственно, растения будут автоматически однодомные. И обоеполые цветки. Если мы говорим о каких-то, ну, скажем так, частях околоцветника этих цветков самоопылителей, скажите мне, пожалуйста, вот вспомните, например, ветроопыление, ветроопыление... Ой, простите, ветроопыление, перекрестное пыление. Если вы вспомните какие-то самоопыляющиеся растения, вот из тех, что мы с вами перечислили, ну, например, там, овес, ячмень, пшеница, рис. Они невзрачные такие. Очень невзрачные. А зачем им быть яркими? Кого привлекать? Ну, да. Кого привлекать не надо, поэтому цветки обычно невзрачные. Околоцветник не яркие чаще всего. Действительно так. Сами цветки могут быть небольших размеров. Правильно. Это самоопыль. А вот теперь попробуем перекрестно опыляемые растения как-то тоже с вами охарактеризовать. Но вот здесь на самом деле перекрестно опыляемые растения будут сильно отличаться друг от друга, потому что это будет зависеть от того, какой тип перекрестного опыления они избирают абиотический или биотический. Догадывайтесь, в чем будет основная разница? В чем? В привлечении насекомых или нет? Да, да, естественно. Во-первых, это величина пыльцевого зерна, это строение околоцветника, яркие, неяркие. Вот давайте мы как раз ветроопыляемые например растения с вами охарактеризуем. Ну вот, например, чтобы понимать о ком пойдет речь. К ветроопыляемым растениям относятся рожь, кукуруза, хмель, тополь, конечно же, береза, осина. Как правило, они имеют мелкие и невзрачные цветки. Опять-таки, а кого привлекать? Зачем? Мощный околоцветник для ветроопыли. Поэтому у них мелкие, невзрачные цветки. Околоцветник может вообще быть редуцирован. Голый ему редуцирован. Сюда же иву приписывайте, конечно же. Чаще всего они лишены нектарников, лишены выделительных элементов, которые выделяют эфирные масла, пахучие, привлекающие насекомых. И, конечно, чаще всего образуют многоцветковые соцветия. Многоцветковые соцветия. Для чего это нужно, многоцветковые соцветия? Чтобы была большая вероятность. Конечно, большая вероятность опыления. Очень хорошо. А теперь давайте дополнительные биологические особенности для ветроопылителей запишем. Во-первых, часто рыльца пестиков у ветроопыляемых мохнатые. Для чего? Для того, чтобы лучше улавливать пыльцу. Улавливать пыльцу обязательно. Далее. Пыльца мелкая, легкая, гладкая, образуется в огромных количествах. Зачем? Чтобы ветер легче переносил ее. Конечно. Вот сейчас, я думаю, через недельку точно. Правда, видите, нам запрещено выходить. Но вот если попасть в парк, где есть сосенки невысокие, чтобы можно было до веточек дотянуться руками и дернуть за эту веточку, то вы увидите, если погода сухая стояла несколько дней, как от этих мужских сашишей, которые находятся на спорофитах ближайшего года этих сосен, образуется при потревоживании такое огромное облако желто-зеленой пыльцы. Часто, кстати, эту пыльцу можно видеть в виде разводов желто-зеленых на лужах после дождей. Вот огромное количество пыльцы образуется. Такие растения, как правило, возрастают на открытых пространствах или группами. Открытые пространства для того, чтобы, естественно, ветер продувал, группами для того, чтобы повысить эффективность перекрестного апеллина. Ну и, наконец, еще одна особенность важная для деревьев и кустарников. Кто мне ее назовет? Связано с цветением. Получается, цветение происходит до начала возникновения листьев активного, чтобы до развертывания листьев происходит цветение. Иначе вся пыльца будет не на цветочках оседать, а на листочках, площадь которых гораздо больше суммарно. Верно. Очень хорошо. А вот у насекомо-опыляемых растений мне вот интересно, какие у них будут особенности? накидайте, пожалуйста. У нас тип... Тут все наоборот будет. Крупный яркий... На перемех. Крупный яркий цветник. Наличие нектарников обязательно. Вот. Еще. А потом... А пыльца какая будет? А, крупная липкая. Какая еще будет? Крупная и липкая. А еще и шероховатая. Да. Подцепляться легче будет. Абсолютно правильно. Давайте мы с вами это запишем. Для насекомо-опыляемых растений примеры приведите. Сирень, гвоздика, мак, липа. Вспоминайте сразу липовый мед. Белая акация. Вспоминайте акациевый мед. У них, во-первых, ярко окрашенные цветки. Яркий венчик. Посмотрите, все это макиконо-опыляемые растения перед вами. Вон тут все представленные из семейства сложноцветные. Видите? Цветки, как правило, либо крупные, одиночные, либо мелкие, вот как раз которые присутствуют на этом рисуночке, да, вот среди сложноцветных хастров, но собранные в крупные соцветия. Либо мелкие, но собранные в крупные соцветия. Обязательно выделяют нектар, обязательно имеют запах, пыльца крупная, шероховатая или липкая. Скажите, пожалуйста, а вот возможно все-таки у перекрестных опырителей самоопыление? В принципе, да, теоретически. В принципе, да, а им это надо? Им нет. Это хорошо? Нет. Действительно, потому что перекрестное опыление дает огромную комбинативную изменчивость, чего не может дать самоопыление. Чтобы не произошло вот этой депрессии при самоопылении, у многих перекрестных опылителей есть даже не один механизм предотвращения самоопылили. Это тоже такой элемент, наверное, больше олимпиадные, но давайте попробуем его разобрать. Итак, механизмы предотвращения самоопыления у перекрестных опылителей. И здесь я, пожалуй, разобью вам на два варианта, две группы механизмов, так что ли, которые используются с одной стороны растениями с одноповыми цветками и, соответственно, используются для растений с обоеполыми цветками. Так будет, мне кажется, логично. Начнем для перекрестных опылителей с однополыми цветками. Если цветки однополые, то есть только печеночные или только пестничные, как можно решить проблему самоопыления? двуудомность однодомность или однодомность? Ну, так, двудомность сделать. Двудомность, да? Правильно я понимаю? Да. Двудомность, например. Может быть, такой вариант. очень хорошо. Когда у вас на одном растении только мужские, а на другом растении только заразки. Правильно? А еще? А если однодомные все-таки растения? Мужские цветки выше женских? Мужские выше женских? Это логично? Наоборот. 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 Конечно. Если однодомное растение, то тогда мужские цветки находятся ниже женских. Ниже женских на растении. Совершенно верно. То есть, вот есть некая растенница у нас, как правило, это для таких кустарниковых или древовидных форм ветропылителей. Для ветропылителей это вообще сплошь и рядом используется. И, как правило, очень эффективно. И вот, соответственно, у нас женские цветки, женские цветочки. Как-нибудь мы их обозначим вот так, красненьким. это женские цветки. Будут располагаться на вершине этого кустика или деревца. А мужские цветочки ниже. То есть, для того, чтобы этой пыльце подняться наверх, тут нужно против силы тяжести идти. Правильно? Поэтому это снижает вероятность сама пыли. Есть ли цветки обоеполые становятся у нас? Давайте с ними разберемся. Обоеполые. Здесь вариантов очень много. Кто-нибудь может что-то предложить? А если немного редуцированные части драцей или геницея, это считается за обоеполость все равно? Нет. Ну, как редуцированные? Если нет чего-то, то оно же не будет обоеполой. Не понимаю, что ты хочешь сказать. Нет, давайте так, я начну, а вы, может быть, подхватите потом. Первый механизм это самонесовместимость. Может быть, вы даже такое слышали. Таких задачек очень много по генетике. И мы одну из таких задачек с вами решали. Самонесовместимость. В чем она заключается? Она заключается в генетическом несоответствии пыльцы одного растения и, соответственно, яйца семизачатка, то есть зародышевого мешка того же самого растения. Иными словами, самонесовместимость, которая по-другому еще называется автостерильность, она контролируется генетически, то есть на генетическом уровне. Контроль. Это явление неспособности пыльцы прорастать, просто прорастать на рыльце пестика того же самого цветка. Давайте вы запишите сами. Неспособность пыльцы прорастать на рыльце пестика того же самого цветка. У кого встречается такой механизм? У большинства сортов яблони, например, груши, вишни, ухтрых архивных. Яблоня, вишни, груша, архивные. Другой механизм с интересным названием дихогомия, я бы его услышал. Дихогомия, то есть что-то тут два, правильно? Причем разделение происходит. Дихотомия есть, когда делится на два, это дихогомия. Что-то тут разделяется. Что разделяется? Разделяется период созревания гоми. Правильно. То есть у нас это не одновременное созревание в обоеполых цветках тычинок и пестики. То есть когда тычинки и пестики в разное время созревают. Правильно. То есть цветок-то он обоеполый, но в разное время появляются пестики и тычинки. и вы догадываетесь, что дихогомия может быть выражена в двух формах таким образом. Это либо форма протеро-андрия, протеро-андрия. Андрия это что значит? Это значит с мужскими элементами, с андроцеем связаны. Что такое протеро-андрия, как думаете? Когда мужский первер созревает? Правильно. Это когда пыльники созревают раньше пестиков. Пыльники раньше пестиков созревают. Вот такая протеро-андрия, кстати, используется, ну, например, у многих видов семейств бобовых, гвоздичных, гираниевых, гираниевых, какие еще? У сложноцветных, астровые, у зонтичных, ну, и вторую, как мы второй вариант дихогомии назовем? Не знаю, что-нибудь вроде протеро-гиньи. Абсолютно правильно так и называется. Протеро-ги-ни-я. Гина – это женщина. Протеро-гиньи – когда пестики в цветках созревают раньше печи. Такой механизм используется капустными, розовыми и злаками. Верно. Почерк-то мой разбираете? Да. Благо Богу. Еще есть механизм, механизм, который, я не знаю, честно говоря, имеет ли какое-то название вообще отдельное. Сейчас что-то я не могу его вспомнить. Наверное, есть какое-то название, но а может и нету. Посмотрю потом. Это когда в цветках обоеполых такое расположение печинок и пестиков, при котором пыльца просто не может попасть на рыльце пестика того же самого цветка. То есть как это выглядит? Обычно пестик просто ну да. Сейчас вот я думаю, может быть, как ну да, наверное, все-таки даже мы это не будем. Давайте мы это вот так обозначим. по-моему, это как гетеростелие можно обозначить. Пусть будет гетеростелие. Пусть все-таки гетеростелие или разностолбчатость. Там нюанс есть такой тонкий, но он настолько тонкий, что, наверное, в Олимпиаду даже не попадется. Пусть будет гетеростелие. Все, три механизма будет у нас и достаточно. Или разностолбчатость. Помните? Стелодие, да, мы говорили. Тут гетеростелие, разностолбчатость. Ее еще называют гетероморфной самонесовместимостью. Гетероморфная самонесовместимость. Вот есть гомоморфная самонесовместимость, это вот первый элемент, который мы уже сказали с вами. А есть гетероморфная. То есть видимо что-то связано со строением. Вот когда у одних особей в цветках образуются например длинные столбики превышающие длину тычинок, а в других цветках столбики короткие, а тычинки наоборот очень длинные. Понимаете? Это называется гетеростелие, то есть разностолбчатость, разная длина столбиков. пестиках в разных цветках. В разных цветках. И вот такой механизм используется кстати примулой, медуницей, тоже медоносой между прочим. Ну и пожалуй достаточно. Вы можете сейчас даже если хотите сфотографировать этот слайд во всяком случае он у вас сохранился. что действительно может пригодиться вам в ближайшей олимпиаде. Вопросы есть какие? Нет вопросов? Ну ладно. Тогда идем дальше. И последнее, что я хотел бы сказать об опылении, что существует помимо естественного опыления еще и искусственное, которое используется человеком. И вы помните, что человек использует искусственное опыление для повышения урожайности растений. Ну, например, путем выведения новых сортов. в разных вы помните селекционных методиках используется искусственное опыление. То есть, когда пыльца переносится человеком. Чаще всего она используется в качестве варианта перекрестного опыления самоопылителя. для этого есть возможность как раз смешать устоявшиеся стопенизированные генотипы двух разных линий растений. Давайте немножко подведем под итог промежуточный. Попробуем проверить, как это усваивается все, не спите ли вы там. Какое растение называется гометофитом? Чем представлен мужской гометофит цветковых растений? А чем женский? Подумайте. Пожалуйста, Алена начнет. Хорошо. Ну, гометофит это получается жизненная форма, которая филактирует гомето, получается, на половые клетки. То есть, половое поколение растений другими словами. Вот, гометофит мужской представлен под силовым зерном, а женский гометофит зародышев мужской. Да, абсолютно верно. Далее, что такое спорофит и чем представлен спорофит цветковых растений? Амина? Ну, спорофит это растение, образующее споры. андроцей, андроцей, в чем отличие, в чем функция? Пожалуйста, Андрей попробует. Так, ну, это андроцей, это совокупность всех тычинок цветка, а геницей, это совокупность всех пестиков цветка. Да, совершенно верно. Соответственно, для полового размножения и без полого тоже нужно. Какие цветки называются однополыми, а какие обоеполыми? однополыми называются, которые содержат в себе только, например, тычинки или только пестики, а обоеполые, которые содержат и то, и то. Да, совершенно верно. Какие растения называются однодомными и двудомными? Вот это часто путают. Пожалуйста, Женя. Однодомными называются растения, на которых содержатся цветки только одного пола, ну пола, как сказать, а двудомные могут содержать и мужские, и женские, или обоеполые. Так? Это какие будут двудомные? Двудомные, да. Однодомные либо мужские, либо женские на одном растении. Ага. А теперь давай в семантику. Однодомные, один дом, в одном доме живут и А, значит, и те, и другие, понятно. Вот, вот это, вот очень часто здесь путаница, прям себе восклицательные знаки поставьте. А вопрос, в скольких домах живут мужчины и женщины, то есть андроцеи и генецеи. Если в одном доме, то есть как бы на одном растении и мужские, и женские цветки, значит, получается, это однодомное растение. Если в двух разных домах, то есть на одном растении образуются только мужские цветки, на другом только женские, тогда этот будон нарастет. Все отметьте еще раз себе это. Чем отличается цветок с двойным околоцветником от цветка с простым околоцветником? Подумайте. Амина, пожалуйста. Ну, цветок с двойным околоцветником содержит и венчик, и чашечку, а с простым только что-то одно. Ну, либо что-то одно, да, либо имеет просто листочки околоцветника, да? Ну, как бы как результат некого объединения, скажем, и чашечки, и венчика. Да, совершенно верно. Ну, хорошо, немножечко разогрелись, и теперь самое, наверное, главное и популярное, и нужное так для ЕГЭ, для жизни вообще в принципе, это размножение цветковых растений, друзья мои, размножение цветковых растений, размножение покрытосеменных, размножение. Ну, и разумеется, так как размножение бесполое и половое существует, более того, одно за другим следует, мы с вами рассмотрим сначала спорогенез, а потом гаметогенез. После этого рассмотрим, как происходит оплодотворение, которое у покрытосеменных является двойным. Итак, начнем со спорогенеза, ну, и гаметогенеза, мы как бы будем спорогенез, и сразу продолжать потом гаметогенез для него. Начнем с женских половых органов цветка, и в завязи пестика, как вы помните, это завязь. Располагается семизачаток. Вот он, семизачаток. Тут, конечно, этот семизачаток, честно говоря, он уже созревший, что ли, уже, в котором все прошло, уже прошел и спорогенеза, и гаметогенеза. Вот, посмотрите, вот по цифрке один, как раз здесь обозначен этот самый семизачаток. Только, 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 вот, самый-самый вот начальник. Причем, как правило, ну, его называют еще семя почка по-другому. Причем, может быть, и несколько этих самых семизачатков внутри одного пестика. это будет связано с тем, сколько семян, соответственно, будет образовано с одного цветка. То есть, вот, сколько семян будет с одного цветка, столько и семи почек исходно содержалось в завязи пестика. Кстати, по этой характеристике потом будут различаться плоды друг от друга. И вот, именно, в этой самой, в этом самом семизачатке происходит мегаспорогенез. Это вот место развития мегаспорогенеза, то есть, образования женских крупных спор. Центральная часть семизачатка, которая называется нуцеллус, окружен тегументами. Ну, то есть, некие вот покровные ткани. Вот эти покровы, видите? Вот они, тегументы. Интегументы. И вот одна из клеток, этого самого нуцеллуса, этой центральной части семизачатка, которая является диплоидной, естественно. Здесь буду писать еще. Претерпевает мейоз, вступает в мейотическое деление. мейоз. Этот мейоз вы можете видеть на втором рисуночке. Вот здесь. Это был мейоз. В результате мейоза образуются четыре споры. Правильно? Раз, два, три, четыре. Причем мейоз здесь проходил неравный. что привело к тому, что три из этих спор, самые маленькие, отмирают. четвертая, самая крупная остается жить и является мега спорой. вот на этом мега спорогенез в семизачатке пестика заканчивается образованием мега споры. Но дальше это мега спора, это то, что мы будем с вами видеть, вот начиная, получается, вот с этого рисуночка и до конца, вот это вот уже будет занимать процесс, который называется мегагаметогенез. И чтобы вы пока не потеряли эту нить, я предлагаю перейти сразу от мега спорогенеза к мегагаметогенезу. В нем, естественно, будет участвовать наша мега спора. Что она делает? Сначала ядро этой мега споры, она у нас, вы помните, гаплоидная, претерпевает три методических деления подряд, три метоза, три метоза. Вот для этого нужно показать, что произошло. Было одно ядро, N, произошел первый метоз, стало два ядра, N, N, произошел второй метоз, стало четыре ядра. И произошел третий метоз, ну и так далее. Получается суммарно восемь ядер. Правильно? Восемь ядер. Прямо себе нарисуйте такую вот схемку геометрической прогрессии в результате три метоза подряд. при этом это все в одной клетке происходит. Представьте себе, одна такая она огроменная становится эта клеточка. При этом три ядра из этих восьми отходят к одному из полюсов зародышевого мешка, то есть вот этой центральной структуре семизачатка, и образуют клетки, которые называются антиподы. Ой, простите. Ну да, пусть будет так. Давайте с антипод начнем. И образуют клетки антиподы. Три ядра дают в клетки антиподы. Они, естественно, гаплоидны. Значит, давайте найдем, где эти самые антиподы. Антиподы вот они находятся здесь. Вот это антиподы. антиподы. Три одинаковые клеточки фактически. А три других ядра относят, отходят к другому полюсу, из которых образуется одна яйцеклетка и две клетки синергиды, поддерживающие клетки. две клетки синергиды. Ну, собственно, яйцеклетку вы здесь можете увидеть. Она красненьким обозначена, такая красивая яйцеклетка. Синергиды две беленькие рядом с ней. Остаются два ядра, а два оставшихся ядра сливаются, образуя диплоидную центральную клетку. Центральная клетка, она, соответственно, будет 2N, диплоидная. Она так называется, потому, что она действительно в центре остается зародышевого мешка, вот она здесь зелененькая. Правда, то, что там уже три точечки находятся, это уже после двойного оплодотворения произошло. Поэтому правильнее что-таки вот здесь показывать, вот эти два ядра это диплоидная клетка центральная и вот это яйцеклетка. таким образом в результате этих трех последовательных метозов, в результате мегагометогенеза мы получаем женский гометофит, который представлен зародышевым мешком, состоящим из шести клеток. Ой, из семи клеток, извините. Из семи клеток. Одна из этих клеток диплоидная центральная, остальные все гоплоидные. При этом в половом размножении будут участвовать активно только две оставшиеся клетки из этих вот семи. А именно гейцеклетка, она сливаясь со спермием будет образовывать зародыш, и центральная клетка, которая сливаясь со спермием будет образовывать трехплоидный эндосперм. Вопросы? Нет? Да, вопрос? Ладно. Если так, то ладно. Тогда идем дальше. Чуть поподробнее рассмотрим сейчас строение семизачатка еще раз, просто чтобы вы посмотрели на то, как это в реальности выглядит, где что располагается, где происходят эти самые мега-спорогенезы и мега-гаметогенезы. Итак, сформированный уже семизачаток состоит из нутселуса, то есть как бы ядерной части. Нутселус здесь обозначен цифрой 5, обратите внимание. И собственно этот самый нутселус, его граница она проходит вот. Вот здесь то, что я обвожу. Это нутселус. Здесь разворачиваются все события, потому что внутри нутселуса располагается мега-спорангий, а снаружи этот нутселус покрыт двойным покровом интегумент. Интегументы. Здесь они обозначены цифрой 1. Смотрите. Вот это вот интегумент. Достаточно толстый покров. И вот при смыкании интегумента с одной стороны и с другой стороны вот здесь между ними образуется узкий канал, который называется микропиле. под номером два. Я вам советую потом это распечатать, клеить картинку. По-другому называется эта микропиле как пыльцевход. То есть именно сюда будет прорастать пыльцевое зерно. и пыльцевая трубка через микропиле будет проникать уже к зародышевому мешку. Разумеется, с семизачаток должен получать откуда-то питание. Питание через проводящие элементы. Эти проводящие элементы обозначены вот под номером три. Здесь проводящий пучок прям виден. Я его сейчас подсвечу каким-нибудь розовым цветом. Давайте вот так вот. Проводящие элементы. И собственно вот эта структура, в которой содержатся проводящие элементы, питающие семизачаток, называется семяножка под номером четыре. семяножка. А сама структура с проводящими элементами вот под номером три была названа плацентой из-за того, что именно этот проводящий пучок будет питать будущий зародыш. Ну, понятно, у нас зародыш у млекопитающих питается от плаценты, и вот здесь по такому же принципу эта структура была названа плацентой. И названа она, по-моему, была нашим как раз соотечественником Навашином, который открыл еще в конце девятнадцатого века весь механизм двойного оплодотворения. В тот момент уже было известно, естественно, о плаценте, о ее структуре. Ничего удивительного. Ну, а противоположная часть от нашего микропиля, вот эта часть, под номером десяти, она здесь обозначена, получила название халазы. Именно в этой части на уровне халазы сливается нутселус и интегументы. Если вы здесь присмотритесь, действительно, это так и есть. Сейчас я уберу, что я начертил. Посмотрите внимательно. Интегумент вот он у нас проходил, вот я его здесь красненьким отчертил, вот он, соответственно, этот интегумент идет с другой стороны. Вот так вот. А вот в этом месте такого четкого разделения нет. Я его сейчас подсвечу зелененьким. Вот это место, где сливается как раз интегумент с нутселусом и получил название халазы. Семизачатки у покрытосеменных и голосеменных естественно отличаются друг от друга в связи с чем собственно и было такое предложено разделение этих растений на два отдела на голосеменные и покрытосеменные. Вот давайте посмотрим, как выглядят семизачатки у голосеменных и у покрытосеменных растений. Кто видел? Мы видим, что, во-первых, у покрытосеменных есть такие элементы, как стенка зависти. Чего, естественно, быть не может у голосеменных, потому что у них цветов нет и пестиков, соответственно. Тем не менее, структура семизачатка у голосеменных тоже присутствует. У них есть микропили, есть нумуцелус, центральная часть, есть мегаспороцит и есть интегумент. Но обратите внимание на то, как устроен интегумент у голосеменных. У голосеменных он однослойный, а мы только что, когда описывали с вами строение семизачатка у покрытосеменных отметили, что интегументы это двойной покров, двойной покров, два покрова. И вот здесь как раз обозначено. И вот это нужно отметить нам, считаем, интегументы двухслойные, а здесь интегументы однослойные. И вот именно поэтому из-за того, что получается семизачаток у покрытосеменных дополнительно покрыт оболочками, новыми дополнительными оболочками, собственно говоря, этот отдел и получил такое название покрытосеменными. У голосеменных семя лежит голо. без каких-то дополнительных поддерживающих оболочек, поэтому они были названы так. Ну давайте попробуем закрепить прямо сейчас, пока еще в памяти свежо. Пожалуйста, Аня начнет по цифре один. Это интегумент. Абсолютно правильно. Алена, дальше цифра два. Алена. Кропили или пыльцев ход. Отлично. Номер три, Жень. Номер три. Так. Может быть. Ну. Сейчас. Надо подумать. Питание идет по этим проводящим элементам. Как же это? Семеножка? Нет. Семеножка это будет вот здесь. Она прикрепляет к этому питательному элементу семизачаток. Рубчик. Он как питается? Зародыш у млекопитающих за счет чего питается? За счет плаценты. Правильно. И вот за счет вот этой структуры под номером три, вот здесь проводящие элементы видны, четко более темные, будет питаться зародыш у покрытосеменных. Поэтому мы так и назовем его плацента с проводящим пучком. Плацента. Под номером четыре уже назвали семеножка. Дальше, пожалуйста, цифра пять. Ну, пожалуйста, Дима. Это нутселус. Да, вот это вся часть, ядерная часть семизачатка нутселус. Правильно. Цифра шесть, Андрей. Так, это клетки синергиды. Правильно, потому что, почему ты решил, что это синергида, а не антипода? Ну, потому что антиподы, они все одинаковые, а синергиды и яйцеклетки, ну, они будут отличаться. А где тут яйцеклетка? Седьмая. Правильно. Ну и, соответственно, цифра восемь, Амина. Это центральная клетка. Какая аплоидность у нее? Гиплоидная. Правильно. А у остальных клеточек? Гаплоидная. Да. И тебе же, пожалуйста, номер девять. Это уже синергиды. Ой, нет, нет, антиподы. Это называется антиподы. Да. Далее. И, пожалуйста, у нас еще Алена под номером десять. А получается халаза. Да, халаза, чем она характеризуется? В этом месяце леваза, получается, мусилус и интегумент. И интегументы. Совершенно верно. Ну что, перейдем к мужской части, так сказать, то есть к образованию микроспор и микрогометогенезу. Итак, микроспорогенез, он происходит, естественно, в пыльниках тычинок, да, у каждой тычинки есть тычиночная нить, пыльники, вы видите, и каждый пыльник состоит из двух половинок. Смотрите, одна половинка, вторая половинка. В каждой из этих половинок существует два пыльцевых гнезда. Вот это пыльцевые гнезда. И каждое такое пыльцевое гнездо собственно и является собой микроспорогенез. Это микроспорогенез. Именно здесь образуются микроспоры. Ну, микроспорогенез, как и микрогометогенез, они все-таки попроще, считаю, будут, чем соответствующие мегасобытия мегаспора и мегагометогенез. Вот именно здесь, в этих микроспорангиях, пыльцевых гнездах, вот здесь можно даже это видеть, из микроспороцитов, которые исходно являются диплоидными клетками, в результате мегаспора мегаспора образуются одинаковые абсолютно равнозначные гаплоидные микроспоры. Равнозначные я имею в виду в отношении дальнейшего развития. Вот они, микроспоры. И дальше каждый из этих микроспор принимает участие уже в микрогометогенезе, то есть в процессе превращения микроспор в мужские гометофиты, пыльцевые зерна. Что происходит? Ну, возьмем, например, какую-нибудь одну микроспору. Я возьму другой цвет, синий. Вот у нас микроспора. Чуть-чуть посложнее здесь будет, чем микроспорогенез. Ядро этой споры делится методически и образует сначала двухъядерная клетка. соответственно питос сначала питос и образуется клеточка двухъядерной. Причем ядра эти я обозначу разными цветами. Каждое ядро соответственно N и N. Одно из этих ядер будет являться вегетативным, другое генеративным. Но я здесь подписывать не буду, сами подпишите. Одно из них вегетативное, другое генеративное. Из генеративного ядра впоследствии будут образованы два спермия. Почему два? Потому что генеративное ядро опять поделится метозом и будет два спермия. Это принципиально, потому что для оплодотворения покрытосеменных нужны два спермия, потому что оплодотворение двойное будет. Давайте так, генеративное ядро у меня будет вот таким вот, я его G-буквкой обозначу, буквой V вегетативный. Вот это генеративное ядро впоследствии опять будет метоз и образуется два каплоидных спермия. Два спермия. Что я говорю спермии? Потому что они неподвижные. Были бы подвижные, назвал бы сперматозоидами. Так. И тут проблема возникает. А как же быть, если спермии неподвижные? Как они дойдут через длинный столбик к яйцеклетке? И вот как раз для этого-то и нужна будет вегетативное ядро, которое давайте я сильненько раздвижим. Которое затем будет обеспечивать рост пыльцевой трубки. Внутри которой и будут передвигаться оба спермия пассивным путем до непосредственно местного назначения. До яйцеклетки и до центральных клеток. Но я немножечко увлекся. Почему? Потому что то, что будет происходить вот сразу после давайте обозначим вот этой черной пунктирной линии уже к микрогометогенезу на самом деле прямого отношения не имеет. Почему? Потому что ну как на самом деле имеет но просто происходит это событие после черной черты уже после опыления. То есть я вот здесь давайте я все-таки освобожу немножко место уберу часть нарисованного микроспорогенеза иначе ничего непонятно будет. И вот тут мы с вами отметим что это происходит после опыления после черты после опыления. А вот до черты это будет до опыления. То есть получается что то что мы получили после деления метозом микроспоры это уже есть мужской гометофиль который называется пыльцевое зерно и вот у этого самого пыльцевого зерна давайте пыльцевое зерно присутствуют две оболочки называются они экзина и интина экзина и интина вторую оболочку тоже здесь черненьким обозначу чтобы это было так итак что же будет происходить после опыления теперь давайте попробуем эти события с вами совместить попав на рыльце пестика вот обратите внимание вот как раз это попадание на рыльце пестика под воздействием специальных веществ которые выделяются самим пестиком там много фитогормонов в частности пыльца начинает прорастать вот это пыльцевое зерно прорастает причем прорастает оно давайте я покажу прорастание пыльцевого зерна прорастает она за счет вегетативной клетки за счет вегетативного ядра вегетативного ядра вегетативной клетки там на самом деле делятся они потом эти ядра каждая находится в своей клетке это пыльцевая трубка пыльцево прорастает вглубь столбика растворяя при этом ткани этого столбика а два спермия которые образовались ну либо сразу как бы после опыления либо когда начала уже прорастать пыльцевая труба вот эти два спермия движутся по этой пыльцевой трубке вот эти спермии вниз что интересно и важно что эта самая пыльцевая трубка вообще-то направляется ее движение ее прорастание движимо теми фитогормонами которые выделяет в частности яйцеклетка и клетки синергиды и у разных растений в цветках микропили через которые должна прорастать собственно говоря пыльцевая трубка бывает расположена по-разному вот здесь предложен вариант такой примитивный схемочный я бы сказал потому что здесь микропили вот оно пыльцев хобб аккурат находится под столбиком такое редко бывает вот я просто чтобы вы вспомнили сейчас сделаю откатку немножечко назад чтобы вы увидели еще раз для себя что вот в данном случае для этого семизачатка вот я просто нарисую вам как там идет самый пистик вот там вот столбик вот так вот вниз растет эта пыльцевая трубочка и поэтому вот часто микропили отвернуто вообще в противоположную сторону от столбика и поэтому пыльцевая трубка вынуждена долго долго расти огибать весь начаток и заходить вот сюда понятно увидели в итоге что происходит после прорастания через пыльцевход пыльцевой трубки два спермия попадают непосредственно в зародышевый мешок где и происходит оплодотворение причем оплодотворение двойное а именно один из спермиев N сливается с яйцеклеткой N образуя диплоидную зиготу 2N из этой зиготы формируется зародыш зародыш это первый момент который нужно понимать по результатам двойного оплодотворения второй второй сперми сливается с центральным ядром зародышевого мешка образует триплоидное ядро из которого потом формируется трехплоидный эндосперм вы понимаете это еще не все потому что нам нужно помимо зародыша эндосперма понимать откуда берется кожура у семени или там околоплодник сладких плодов например так вот кожура семени берется из интегументов это логично естественно диплоидный потому что это спорофитная ткань а из стенок завязи то есть как бы еще дальше да вот где у нас получается стенки завязи а где интегумент ну интегумент получается во ой черным не видно ничего сейчас интегумент получается вот а стенки завязи возьму зеленый они вот что дадут стенки завязи что вокруг семени образуется где семя находится арф мезокарф плоди находится конечно в околоплоднике правильно из стенок завязи затем будет образовываться околоплодник по характеру которого сочный не сочный не развитый будут классифицироваться различные плоды ну что осталось у нас остались только синергиды и антиподы что с ними происходит что из них развивается помолчите да вроде бы как ничего да правильный ответ ничего потому что они дегенерируют синергиды и антиподы дегенерируют друзья и будьте внимательны на этом ловят на олимпиады предлагают вам там разные варианты и вот радостно все пишут что там синергиды какие-то дают непонятно что и антиподы они ничего не дают вот этот процесс целиком получил название двойного оплодотворения как раз из-за того что происходит оплодотворение сразу двух спермиев с яйцеклеткой и с центральным гитров вопрос а в чем смысл создавать синергиды и антиподы если они ни в чем не участвуют здрасте они они участвуют в выработке например с одной стороны фитогормонов для привлечения пыльцевой трубки которая растет по направлению к пыльцевходу а с другой стороны для того чтобы правильно определять полярность и расположение самого зародышевого мешка но тоже как правило на уровне фитогормонов правильное строение они определяют семя зачатка зародышевого мешка понятно понятно ориентационные функции вот еще раз посмотрите на то как это выглядит вот здесь как раз очень хорошо показано как отвернута микропиле от столбика вниз вот оно здесь и как к нему длительно стремится пыльцевая трубка которая прорастает вот как загибается ну и собственно вот из различных структур вы видите как образовались разные элементы семени и плода давайте-ка попробуем повторить самое важное что образуется из интигументов подумаем амина попробует из интигументов образуется так кожура семени семенная кожура абсолютно правильно а вот если возьмем прям вообще весь семизачаток что из всего целикового семизачатка мы получим подумайте алена пожалуйста ну видимо семя ну конечно прям целиковое семя правильно а из темы к завязи Женя что мы получим плод ну ну конкретно ну стенок завязи ну как это сказать околоплодник что ли вот это правильно околоплодник плод это более широкое понятие на плоде когда будем посмотрим что это что это такое помимо околоплодника ну а вот смотрите в целом а вот теперь смотрите в целом из завязи пестика Вот берем сейчас всю зависть. Что мы получим? Андрей? Вот здесь уже плод. С, соответственно, с чем? С семенами. С семенами это уже будет плод. Кем было открыто двойное оплодотворение? Напомните, пожалуйста, кто запомнил эту фамилию. Навашинский? Нет, Навашин. Навашин. Да, Навашин. В 1898 году. Это наш русский ботаник. Работал вместе с Тимирязевым. Они были знакомы друг с другом. Тимирязев тот за фотосинтез отвечал у нас в стране. А тот за двойное оплодотворение. Замечательно. Ну и давайте уже окончательные тогда итоги подведем по цветку. Как происходит микроспорогенез? Подумайте, попытайтесь вспомнить по максимуму, что мы об этом говорили. Аня попробует. Так, ну у нас, получается, есть микроспороциты диплоидные. Они делятся миозом, и после этого образуются четыре микроспоры. Одна крупненькая и четыре, ой, и три такие маленькие. Да, это прям при микроспорогенезе, при мужском, да, так образуются? А, ой, ой, нет. Там все одинаково образуются. Одинаковые. Какие по набору хромосомы? Каплоидные. Абсолютно правильно. Так, внимательно. Как происходит микрогометогенез и образование мужского гометофита, подумайте. Алена попробует. Просто микроспороциты делятся, ну, ядро микроспора делится метозом. Образуется две генеративные и вегетативные. Чем она делится? Микрогометозом. Микрогометозом, мне послышалось просто так. Ну, и все, по сути, потому что дальше, если говорить уже дальше, то эти процессы происходят уже при обработкотворении, получается. При обработкотворении? Ну, да. Обработкотворение невозможно без спермии, по-моему, пока еще не получили. Из чего будут спермии-то образовываться? Из генеративной клетки, метоз. А из генеративного ядра? А из вегетативного кто? А пульсовая трубка будет прорастать? Да, очень хорошо. Вегет происходят мегаспорогенез. Место. Так оно называется. Андрей, пожалуйста. Так, место, ну, насколько точно получается, что в семи зачатке. Поточнее. Где именно в семи зачатке? Он большой. Там в антигометах. Зародыш в мешке. Это он должен еще образоваться. Мы его образовывать будем. Мегаспорогенез. Как называется эта центральная часть семи зачатка, где и будет происходить образование мегаспор, а потом и мегагаметогенез. Ядро, так называемое. Целус? Ну, целус, конечно. Вот это уже правильно. Мы с терминами сейчас упражняемся, чтобы понимать, что, как называется и где, какие термины можно применять. А можно вопрос? Да. А не из него разве происходит? Чего из него происходит? Из него же получаются четыре споры. Ну, так а мы о чем говорим? Мы говорим о мегаспорогенезе. Только из этих четырех спор понятно, что одна только выживает. Это будущее. Ну, это мегаспора, собственно. А ну целус – это одна клетка или место? Нет, это центральная часть семи зачатка. Это многоклеточное образование. Просто одна из клеток нуцелуса, одна из множества клеток нуцелуса, диплоидная клетка, будет миотически делиться и давать четыре гаплоидные споры. Из которых три умрут, а одна останется жить, самая крупная, мегаспора. Ну, вот, собственно, я ответил на следующий вопрос. Какие еще вопросы-то? Нет, все нет, спасибо. Так, вот таким образом меня обхитрил, собственно говоря, Андрей, заставил ответить на следующий вопрос. Ну, ладно, с мегаспорогенезом, надеюсь, понятно. Далее. Как происходит мегагометогенез и образование женского гометофита? Подумайте. Дима. Так, происходит три последовательных метоза, в результате чего образуется семи ядерная клетка. Три клетки. Подожди. Почему семи-то ядерные? А, нет, восьми. Восьми. Исходно пока восьми раз три метоза. Восьми ядерные. Только кто делится-то? Кто делится? Мегаспора. Ну, ядро. Мегаспор. А, ядро мегаспора. Ну, конечно, да. Так, потом два ядра сливаются, образуется диплоидная центральная клетка. Три ядра образуют три клетки синергиды. На одном полюсе и на противоположном полюсе. Что? Что-то, по-моему, с названиями напутал. Синергид не три, синергид две. Да, три антиподы, а на противоположном полюсе образуется яйцеклетка и две синергиды. Правильно, не путайте, да, еще немножечко доучите терминологию, очень важно. Прекрасно. Далее. Почему оплодотворение у цветковых называют двойным? Аминна. Потому что, ну, оплодотворение происходит двумя сфермиями. Один из них сливается с центральной клеткой, а другой с яйцеклеткой. Совершенно верно. Пожалуйста, следующий вопрос. Кто открыл двойное оплодотворение? Кто? Давайте попробуем Аня. Навашин. Да, Сергей Гаврилович Навашин в 1898 году. Что развивается из оплодотворенной яйцеклетки? Аня, тебе же вопрос. Это, зародыш семени вроде. Правильно. А из чего образуется эндосперм, подумайте? Амина. Из стенок садия. Из стенок завязи. Эндосперм. Эндосперм сколько теплоидный? Ой. Эндосперм образуется при слиянии центральной клетки с эспермией. Ну, конечно же. Н плюс 2Н будет 3Н. Будьте внимательны. Ну что ж, такие ошибки нельзя. Конечно. Из триплоидного, я бы сказал, оплодотворенного центрального ядра. Из чего образуется перисперм. О, как интересно. А мы вот об этом говорили или нет? Напомните мне. По-моему, нет. По-моему, нет. Да, не говорили. Смотришь. А перисперм это что такое? Это околоплодник, нет? Нет, не околоплодник. Нет, нет, нет. Нет, ни в коем случае. У семени есть эндосперм. Есть перисперм, который как бы покрывает эндосперм снаружи. Но находится по факту под семенной кожурой. То есть, грубо говоря, давайте сейчас вы сами попробуете придумать. Перисперм, он будет между стенками эндосперма, зародыша и семенной кожурой. Ну, может, нуцелос. А? Ну, может, из нуцелоса чисто по логике. Ну, вот смотрите. Действительно, помните, вот мы говорили, что нуцелос – это много клеток диплоидных. Значит, одна только клетка из многих в нуцелосе дает будущую мегаспору, да, из которой разовьется зародышевый мешок. То есть, вот вам нуцелос. Он 2Н. Мы берем, вот много-много здесь клеточек, много-много-много-много-много-много. И вот я, например, например, не обязательно это будет центральное. Вот беру какую-то клеточку. Вот одна из клеточек нуцелуса. Она идет в мегаспорогенез. В мегагометогенез. Ну и в итоге получается что? Зародышевый мешок. Как это выглядит? Вот зародышевый мешок разросся. Тут у нас клетка центральная, тут синергиды, тут диплоды, синергиды с яйцеклеткой. А вопрос, а вот эти вот клеточки, которые остались нетронутыми, они потом куда пойдут-то? Это же не интегумент, это все еще нуцелус. И действительно, из вот этих нетронутых клеток нуцелуса, это диплоидные клетки нуцелуса, будет образован перисперм семени. Вот добавьте это в конспект, это важно. Перисперм. Из диплоидной ткани нуцелуса. Ну и тут логично все получается, о том, как-то про него забыли, про остатки нуцелуса. Тогда семенная кожура из чего будет образована? Пожалуйста, Алена. Кожура семени из интегумента. Правильно. Ну вот тут снаружи будет интегумент. Верно. Ну и около плоди. А пожалуйста, Женя. Из стенок завязи. Абсолютно правильный ответ. Друзья, молодцы. Мы будем заканчивать, чтобы вы успели, конечно, сейчас через пять минут будет минута молчания, чтобы вы могли отдать дань памяти и скорби ушедшим от нас, ветеранам, которые прошли всю войну, тем, кто остался на полях сражения. Единственное, что мы с вами не обсудили, это теория происхождения цветка, но на самом деле вы все присутствовали, по-моему, если не ошибаюсь, на моей дополнительной консультации еще в декабре, по-моему, по заочному этапу Олимпиады, то ли Ломоносов, то ли ПВГ, уже не вспомню. И там мы говорили о разных теориях, в том числе о фолиарной теории Гёте и Декандоля. Вы все помните? Про вот эти вот АБЦ, модель строения цветка замечательную. Мне кажется, она вам понравилась, насколько я помню. Вот это, пожалуй, то, что уже было у вас. И, конечно, соцветия, которые я вам отдаю на самостоятельное изучение. Здесь фактология просто нужно выучить, чем они друг от друга отличаются, какие там являются простыми, какие сложными. Здесь все это есть, вы видите. Вот сложные соцветия. А также, обратите внимание, конечно, на биологическое значение соцветий и на такую олимпиадную, скажем, классификацию соцветий. Сейчас я ее тоже вам покажу. Которые делят их на цимоидные и рацимоидные. Может быть, кому-то эта классификация хорошо знакома, вы ее знаете. Но если почувствуете, что это прям вот совсем уже не берется, оставьте. Ну, правда, вероятность того, что они попадутся цимоидные и рацимоидные на ПВГ, не очень высока, как мне кажется. Но мне может только казаться. Поэтому, если чувствуете силы в себе, хотя просто прочитайте для себя, поймите, в чем тут суть. Ну и все, собственно. Тут совсем небольшой кусочек остался вам на самостоятельное изучение. Ну, помимо вегетативного размножения, который я тоже вам отправляю. Так, я сейчас попробую выйти к вам, чтобы все-таки вас увидеть, чтобы вы меня увидели. Меня видно? Да. Вот, очень хорошо. Друзья мои, я все еще раз вас поздравляю с Днем Победы. Желаю хорошо провести вечер сегодняшний в памяти о погибших и прошедших войну воинах. Я не буду, с вашего прозволения, сейчас проводить такую серьезную рефлексию. Просто давайте по одному моментику, каждый для себя, буквально в пять секунд уложите. Пожалуйста, Амина, что вот самое ценное, может быть, полезное тебе показалось сегодня? Ну, для меня было очень полезно повторить именно двойное подвотворение, потому что я его очень быстро забываю всегда. Так, понял. Дальше, Женя, пожалуйста. Тоже повторить двойное подвотворение. Некоторые механизмы для меня были новыми. Сейчас я уже не буду там особо распространяться. И систематизация различий от дольных до дольных. Ну, еще плюс посмотрели мы на микроскопии. Очень полезно было. Спасибо, Женя. Пожалуйста, Алена. Да, как и все институты, мне было очень полезно повторить двойное подвотворение. Да, и, ну, в принципе, очень интересно было. И что полезно, еще раз проговорить. Приспособление растений к различным условиям. Ну, мне было очень полезно повторить анатомию листа, потому что я в ней путалась. И микроскопия была очень интересной, потому что очень сложно определить, где что находится. Спасибо. Аня, пожалуйста, Дима. Мне понравилось видео про хищных растений. Я оттуда узнал новые примеры симбиоза. Ну, и полезно было составить табличку с различиями однодольных и двудольных. Спасибо. И, пожалуйста, Андрей. Так, наверное, соглашусь с Димой, что было интересно про разные хищные растения. Также, наверное, для меня это странно, но самое легкое это было двойное подвотворение, а самое сложное это как раз анатомия и микропрепараты. Прекрасно. Очень хорошо, что есть что-то, в чем вы уже ориентируетесь, что-то, что новое узнали. Спасибо за внимание и до встречи на следующем занятии. Не забудьте подумать по поводу каких-то дополнительных вариантов занятий в мае-июне. Всего доброго. До свидания. До свидания.